всем привет, меня зовут Влад Гуф Гуф это реальная фамилия поэтому фанатов рэпера и Гуфа прошу не беспокоиться и не беспокоить хочу рассказать про свою последнюю работу мой заказчик очень креативный человек он любит необычные вещи я ему сделал туалет в виде огромного пня из-за старелого дерева забор мы делаем у него вместо столбов деревья второй забор лунный камень это я показывал в предыдущих видео можно найти, посмотреть здесь захотелось при въезде в гараж чтобы его встречал не собачка, не кошечка даже не хомячок чтобы его встречал слон теплый гараж сейчас сезон закончился и мы перебрали в теплый гараж там идет ремонт дима длинный надо что-то делать такая задумка в интернете очень много вот таких вот вариантов слоны выходящие из стены значит мы взяли как задумку сделать вот такого слона выходящего из стены ну кратенько расскажу кто арт-бетоном занимается весь процесс знают значит поэтапный может быть для начинающих или кому-то будет интересно как этот процесс весь происходит я так в двух словах быстренько пробегусь от и до а потом будет видео поэтапное значит там тоже небольшое и в конце видео того как мы уже покажем работу полностью готовую практически ну вот выбирается ну значит что-то мы такое хотим сделать значит определились с заказчиком это я для себя там как выглядит слон спереди сбоку просмотрел очень много видео значит по интернету про слонов все слоны разные оказывается они бывают правши и левши это зависит от длины бивня у него какой бивень длиннее такая у слона значит если правой длиннее он правша вот так даже я узнал такие подробности ну значит определили его рост то есть вот у нас где-то 2,70 слон нарисовали на стене значит набросок сделали слона этого как он определили его местоположение чтобы при въезде он был как раз по центру ворот вот нарисовали его примерно как он будет выглядеть затем анкера внедрили стену для того чтобы каркас привязать несколько отверстий сделали арматуру мощную вставили значит и сделали металлический каркас наварили к этим анкерам к ним привязались сделали металлический каркас вот заварили форму слона придали и дальше обтяжка сетка его вот обтянул сеткой бивень хвост хобот ногу все это вот и это уже и потом первая накидка накидал форма слона вырисовалась и дальше пошла обработка вот уже такая художественная обработка второй слой и вне лифовка там и все прочее и потом вот какой-то у нас слоник нарисовался и значит дальше резко вот это все его трещинки он очень морщинистые животные чтобы добиться такого эффекта пришлось очень много потрудиться эти трещинки вырисовать хотелось добиться вот такого похожести слона ну вот потом грунтовка одним цветом значит загрунтовка потом подготовка бивней покраска это аккуратненько и вот покраска самого слона как бы вот и сделали разлом разлом начинается первый этап поэтапно тоже делался и тут вот я вот смотрю были у меня такое впечатление что вот и камней здесь не хватает и где-то слон у меня худоватый получился вот это оригинал я попробовал в фотошопе добавить ему тело потом попробовал добавить камней и попробовал добавить тело и камней и вот результат у меня получился мне понравился я добавил ему тело иногда добавил камней немножко и вот пошло у меня изготовление камней потом верхняя часть значит все сделал я разлом ну и покраска в конечный результат вот вот такой вот у нас получился милый слоник, выходящий из стены сейчас я покажу там видео несколько этих и конечное видео уже съемка этого слона сейчас мы переберемся в гараж первый этап закончен смонтирован каркас сейчас будем его обтягивать сеткой ну вот закончили второй этап это обтяжка каркаса сеткой все сейчас приступим к первой накидке накидка первого слоя артбетона каркас, сетка, все обтянули и накидали первый слой артбетона подготовили матрицу для художественной уже лепки сейчас мы будем все это вытягивать вытаскивать вытаскивать оформлять делать из этой матрицы слона основание уже есть работы много ну короче сетка смотрелась не так как накидка перекос был большой и дальнейшая накидка просто не вытянешь не вытянешь пришлось вот все это ломать и арматуру туда вдавливать глубже и сетку будем делать тоньше а потом уже основным слоем вытягивать заново ничего исправим ну вот идет процесс накидки я вот думаю если все трещинки мелко вот так сделать это я так просто попробовал вот если все четко мелко вырисовать то слон будет как живой и потом еще один слой придется наверное это не чистовой будет слой еще один слой придется делать уже поэтапно мелкими участками чтобы не успевало засохнуть и резать эти трещинки всевозможные то есть если он будет весь морщинистый вот это будет просто вот такая кожа уфанная это будет просто замечательно изначально я думал что самое у нас сморщенное в морщинках это шарпей но поизучав фотографии в интернете и все прочее выяснилось что это слон вот вот таким вот маленьким шпательком вот наносим трещинки пока бетон мягкий иначе потом он просто начнет крошиться у нас и они будут более широкие и не будут так смотреться вот сейчас я делаю продольные потом столько же надо будет ну поболее длинные поперечные делать добиться вот такого вот примерный эффекта шкуры этого слона вот продолжаем эпопею с накидкой сейчас вот сделали ухо сформировал я ухо вот и потом значит делаем вот такие жилки но пока вот просто накидочка сверху грубо сейчас оно подсохнет и мы их аккуратненько обработаем чтобы они были похожи на вены тогда ухо должно немножко заиграть конечно ну вот такой слон получился верхний слой сделали нарезку вот такой у нас слоник выходит из стены это теплый гараж поэтому позволили себе стеклянный зрачок вставить ну вот обработали грунтовкой глубокого проникновения и первый слой акриловой краски темным тоном загрутовал чтобы все морщинки все трещинки все глубокие места забить и сейчас более светлым будем вытягивать значит красить бивни и все проще придавать ему естественный цвет ну вот последний этап закончили покрыли акриловой краской покрасили его немножко здесь конечно освещение не такое ну вот в принципе он серый у нас как и должен быть слон но при уличном освещении я открывал ворота гаража она как бы получше смотрится но здесь сыграет еще сейчас мы приступим к изготовлению разлома в стене это торчащие камни арматуры как будто он выходит из разлома в стене ну вторую половину еще завтра буду накидывать первую половину вот так вот ну естественно черное подкрашу а это будет белые все вот эти и все вот эти трещины все вот это прям вылезет ну вот так вот разлом вот такие боковинки ну как бы бетон вот как вот бетон вот натуральный бетон куски я повесил вот натуральный бетон слом его вот такие же у меня боковинки будут арматура ну конечно когда вот эта вот часть будет вся светлая а эта потемнее или все посветлее сделаем короче посмотрим при покраске как будет смотреться вот такой у меня разлом получился вот черным подкрасил все белесые места вот свет дает такой я думаю может попробовать лаком покрыть но завтра высохнет уже будем смотреть результат конечный будет завтра ну вот такой вот разлом получился получается делаем поэтапно делаю все сразу в один день просто не успел ну вот осталось от середины головы поверху пройтись и уже все это потом пропитывать красить и затемнять середину аккуратно все щели промазать все трещины черным то есть доводить до ума композицию ну закончили еще один этап это резка разлома все дадим ему высохнуть далее будет пропитка и покраска разлома собственно вот мы в гараже здесь еще идет ремонт полным ходом все это ну пока зима мы перебрались вон гараж теплый и значит вот собственно и наш слон вот он выходит у нас из стены слабо шире уши большой нос стоит слон вот он чуял и услышал своего хозяина и взломанулся из соседнего ангара речащий ну детальная проработка значит здесь полазив в интернете значит посмотрели чтобы сделать все досконально вот таким вот шпательком он очень морщинистый слон вот таким шпателем сделали насечек сделал чтобы придать шкуре вот ту шершавость которая у настоящего слона значит изучили как выглядит слон попытались более сделать его реалистичным но данная композиция не закончена на 95% по задумке чтобы связать эту шкену с этой композицией здесь будет либо плитка либо камень какой-то значит будет и чтобы вот связать эту границу решил я сделать большую рамку багетную мастер вот который багетные рамки вытягивает сейчас в данный момент командировки едет недельки через три ну я потом выставлю фотографию будет рамка то есть кусок значит плитки там или чего-то будет сверху с боков и здесь будет широкая рамка и она будет а снизу она будет проходить под ногу вот сюда будет заходить и будет 3D картина огромная из которой значит выходит этот слон а далее пойдет либо камень либо плитка ну и снизу будет плитка и вот эти камни которые вывалились отсюда тоже будут как дополнительные композиции они здесь всегда будут лежать я может быть их даже завяжу между собой здесь всегда сталкиваются и повесим какие-то прожектора либо пушки световые поиграем со светом то есть выберем наимущий вариант вот такая композиция на ваш суд вы вы Продолжение следует...